Этого малыша в семье ждали 12 лет и он родился на три месяца раньше срока. В конце октября хрупкий и маленький, словно кукла, Антон весил всего 950 граммов. Я не дышала, я задержала дыхание. И когда я его снова положила в кювес, с меня пот пошел, потому что очень маленький, очень боязно брать его, потому что кости все хрупкие. Уже неделю дышит самостоятельно, снят с респираторной поддержки НИФ, находится на кислороде, хорошо усваивает энтеральное питание, по 20 мл кушает. Недоношенный ребенок не такая уж и редкость. За 10 месяцев в Край родилось более 16 тысяч детей, из них раньше срока более 1 тысячи. Сейчас выживаемость среди таких крох 90%, хотя еще 20 лет назад статистика не была столь обнадеживающей. Они, конечно, рождаются у проблемных матерей. Это матери, которые либо долго ждали, либо дети родились в результате экстракорпорального оплодотворения, какие-то вспомогательные технологии. Это дети, может быть, издвойне, то есть чаще рождаются недоношенными. Как правило, маму и ребенка выписывают к тому времени, когда должны были начаться нормальные роды. Успех зависит не только от врачей, но и настроя семьи, говорят нейонатологи. Наталья родила сына на 30-й неделе. Все самое страшное позади. Сыну уже 6 лет, а сама Наталья стала равным консультантом. Оказывает психологическую поддержку мамам недоношенных детей на горячей линии. Пройдя через все это, я просто подумала, что мне бы очень хотелось, чтобы вот такая помощь, а кто-то оказал ее мне. Я была уверена, что такая форма помощи есть у нас. А оказалось, что ее нет. Я просто не смогла сделать все, что я могу сделать. По статистике, в краю от недоношенных детей не отказываются. Кстати, в свое время недоношенными родились Исаак Ньютон, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль и многие другие. Есть дети, которым по 15-17 лет. Которые помнят, звонят и в соцсетях меня находят. Есть дети, которые в Москве живут, в Краснодаре, в Сочи, то есть в любых уголках России. Наберем вес, будем такими же карапузиками, как и все остальные. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.